Лучше просто переболеть. Стоит ли вакцинироваться и как скажутся на здоровье последствия перенесенного заболевания? Расскажем в следующем сюжете. Прививаться или переболеть. Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского университета Альберт Резванов уверен, что все современные вакцины достаточно безопасны и эффективны. И даже если они не смогут на 100% защитить от какого-то заболевания, то существенно снизит риск тяжелых последствий. На самом деле уже провели эксперименты и показали, что и спутник В, и другие вакцины, которые формируют иммунитет на полный шпиличный белок, они как минимум на 90% эффективны и против новых штаммов. Вирус поражает не только легочную систему, но и весь организм. Могут поражаться и сердечно-сосудистая система, и желудочно-кишечный тракт, и нервная система. Прежде всего страдает иммунная система, которая отвечает в целом за защиту организма. Вакцина – это не новость какая-то, это известный способ профилактики, который уже 17-18 века активно. Мы знаем и такие уж мировые истории борьбы с инфекцией, с ОСП и с полиомиелитом. Поэтому тут надо принять эту ситуацию и каждому для себя понять, что сегодня важна человеческая жизнь. Заведующий кафедрой физической химии Казанского университета Борис Соломонов сам переболел коронавирусом на 74-м году жизни. В больнице он пролежал практически месяц и не понаслышке знает, каково это – болеть ковидом. Поэтому он считает, что лучше привиться, нежели чем пережить все это. Мне кажется, молодые здесь тоже должны ощущать необходимость. Если ты живешь в семье, ты должен ощущать ответственность, что ты можешь эту заразу принести, потому что мы все общаемся. Желающие привиться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улица Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-300. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok